Привет, друзья! Это новый влог 60 кадров. Я надеюсь, вы кайфанули от прошлого, потому что видосики такие плавненькие, классные получаются. Какой у нас сегодня план? Во-первых, постричься, смотрите, какой заросший уже Чубака, а потом мы, наверное, прокатимся на самокатах Яндекс. Можно медведку прямо взять и в парк Яуза сгонять, не знаю, туда, куда-нибудь, в сторону Лосинки, там как раз поездочки есть, немножко поснимаем. Вот, и хотел еще добавить важный факт. Сегодня у нас с Катюшкой год. Хе-хей! Ровно год назад мы расписались. Было это на Воробьевых горах, на кабинках катались, в ресторан потом сходили. Брат мой нажрался, как свинья. Это, конечно, забавно. Если бы я снимал, он не разрешил бы выложить, естественно. Вот, но было очень смешно. Андрюха наш банатский, качок, блин, недовольный был. Но ничего, вроде его потом отпустило. Вот, поэтому у нас сегодня праздник. Поздравляйте в комментариях, рада принять. Ну и мы все равно тут немножко радуемся погоде, потому что изначально Яндекс говорил, что будет дождливо, но разговнилось, что не может не радовать. Вот, вот, примерно так. Катюнь, поздравляю нас! Пенять! Пенять! Ладно, в общем, едем в Медведково, стрижемся. И все. Не знаю, что еще добавить. Алло, Батыш, он услышал, да? Да. Услышал? Да, он услышал. Да, да, он кричал вам. Спасибо, спасибо. Услышал, Катючка? Хорошо, отлично. Вот вроде солнце, да, приятная погода, но после дождя от асфальта, видите, как бликуют. Может быть, через камеру, конечно, не так передается, как в живую, но ехать некомфортно. Как зеркало, да? Угу. В зеркало отражается солнце, да, очень ярко. Потом такие зайчики остаются неприятные. Главное сейчас аккуратненько кататься, потому что, видишь, дороги мокрые, как бы не подскользнуться. Я-то недавно видел видос девчонке, как она шлепнулась и полурожи сочесала. Вообще не очень опасненько. А вчера какая ситуация была? У нас пиздючка чуть не задавила, еще и материлась при этом, что мы виноваты. Молодец, конечно, сейчас из меня сделаю человека. Да, я, конечно, прилично зарос. Андрюшка красивенький, жду Катюню. Она пошла к маме, пока меня стригли. Блин, по поводу самокатов начинаю сомневаться. Сейчас как бы показать, что на фоне там чернючее небо, ощущение, что сейчас пойдет дождь. Резко потемнело, и с той стороны еще светло, а с севера надвигается что-то нехорошее. А, ну вот, видно. Сейчас будем думать. Хорошо меня подстригли? Очень хорошо. И мне нравится. Смотрите, оказывается, уже рябина тут цветет и пахнет, ягодки появились. Дед, ты пробовал ее? Конечно, мне вкус не нравится. О, ветер поднялся. Смотри какой. Сейчас постараюсь показать тучку, которая там идет с севера. Перед дождем обычно такое бывает. Ну, если что, оставим самокаты где-нибудь или быстренько до машины доедем. Нет. Вот и дождик пошел. Причем так удивительно, там светит солнышко, а там прямо чернота. О, так эпично сейчас на камере выглядит. Что ты говоришь? Прям как наша роспись. Красота. Сильно зарядился сейчас дождь. Это видимо, я слышу. Да, на улице красиво. И потом смотрим на фонтаж. Вау, какая большая. Да. Да, и вторая видна на камере чуть-чуть. Класс. Выбираем мочалки. Так получилось, что Катя использует мою, а я об этом только сейчас узнал. Ну ладно. Не очень. Ну ладно тебе. Ну это не гигиенично. Ну я не знала, что ей пользуешься. Я честно верила, что это мое. А ты не обращал внимания, что она мокрая? А я после тебя в душ никогда не хожу. Когда я хожу, она всегда сухая. Прикольно. Ну смотри, не гигиенично. Ну ты же не брезгуешь. Я тебе возьму новую. Не, я не брезгую уже. Как бы я пользовался много раз. Поэтому. Как вы чего брезгуете ретроспективно. Я не знала. Ну давай какую-нибудь недорогую выберем. Вот там, которая на руку надевается. Мне в принципе понравилась. Да, сейчас, подожди, корзину не буду. Оказывается, мне там много всего. Вот такие, наверное, возьмем. Две штучки. Они надеваются на руку. Давай, моя черная будет, твоя бежевая. Да, наверное, такие возьмем. Есть еще вот такой вариант. Ну это вот типа того, что у меня сейчас. Да, ну попробуем, давай эти. Да? Либо те, и те возьми. Впрок, какая разница, они хлеба не просят. Все, дождик немножечко прекратился. Можно с тобой выйти вон туда и там поездочки. Я очень люблю. Ну так, парочку подснял бы и дальше придумал. Сейчас сидели, разбирали корзину Катюшкина на ВВБ. Сегодня праздник у нас. Да, ведь? Да, десятку тебе даю, выбирай, что хочешь. У меня нет. Только сейчас. Ну у меня нет. Нет такого, что прям, вау, хочу срочно. Так что ж показывала? Юбки какие-то там. Ну я много чего показывала. Ну это знаешь, это такое зыринка, не шопинг. Это вот я просто добавляю и потом удаляю. Сейчас время 7.14. До 20 минут должна заказать. Иначе аттракцион заканчивается. Все. Только аккуратнее, у тебя кроссовки белые, чтобы не засрать. Вот это романтика, да? Привел любимый на ЖД-переход, чтобы смотреть на поезда. Очень смешно. И как назло, мы с тобой в машине сидели, поезда тут постоянно ходили. Только пришли... Где-то дождь закончилась. Никого. Да, дождь у меня так здорово. Ну я вижу, он там на грязнике что-то едет. Но далековато. Ждем. Вот там загудело. Видимо, скоро что-то поедет. Ну погнали. Здесь еще куда-то зеленый. Все. Все. удовлетворен можно ехать да я успел заснять нас обгоняет поезд а видно его вообще видно все ушел давай сделает мне так это нравится как раз да каждый раз когда видим мцд-шку метро или поезд какой-нибудь всегда а мне с детства не нравились я даже думал стану машинистом потом понял что там заплаты сильно маленькая сильно увлечен проще на ютубе посмотреть ты стал зато айтишником и можешь компьютерные игрушки в этот поезд поиграть вот такой у нас романтик открыли багажник сидим кушаем болтаем мы на заправке лукойл на ярославке сейчас у нас был взрыв мозга мы заказали чизбургер забаву этикетка чикен бургера и мы такие были почему зачем в истории приложения смотрим действительно был чиз и пока катюша не открыла и не поняла что это чизбургер мы сидели и гадали почему же чикен бургер чизбургер положили упаковку чикен бургера возможно упаковки просто закончились может быть что уютненько тебе при этом а мы стоим вообще не на парковке посредине дороги снова пошел дождик у тебя есть крыша поэтому на тебя же ничего не попадает двигайся посередине тогда точно не будет а я тогда назад пошел потому что меня обливает катюнь можем так с тобой разговаривать привет привет это правда ты у меня самый дорогой оператор в мире столько не получаю даже блогеров я думаю короче кончилась эпоха говняных комментариев то что я все время в мятых футболках мы купили вешалки как это правильно называется одна вешалка и вниз вот так вот пять футболок у меня очень многоуровневая да спасибо оператор теперь я буду красивые немяты и первый раз в жизни нацепил штучку которую ты мне рекомендовала купить плотная рубашка из бифри она действительно на фоне другой одежды достаточно дорого стояла обычно рубашки 2 2 300 эту я почти за 6 тысяч купил сейчас едем кататься давай сам поближе сейчас покажем у нас тут кофеек и шарлотка видите аж запотела только приготовленное приятного нам аппетита еще очень здорово то что сейчас мы вышли солнышко светит вчера был дождь сегодня он был с утра я когда проснулся все мокро а под вечер разговнилась огонь а еще потом я расскажу по поводу скидок в онлайн трейде мне уже конечно пишет что я евангелист какой-то и мне скрыто платят компания для того чтобы я постоянно о них рассказывал и показывал но на самом деле нет я еще раз могу повториться у меня историческая память по онлайн трейду потому что я купил там первую свою камеру canon 6d вот и привык ты же видишь я в принципе достаточно статичен не люблю выбрасывать вещи пользуюсь одним и тем же набором инструментов единственное вот улучшение грандиозное перешел на 60 кадров все погнали давай ну сначала из пакета до придем а потом уже давай тогда назад и уберем еще пакетики у тебя возьми до того как ты врубила камеру и не пробовал все зацени честно скажу такой он уже холодный я сама еще не пробую а кто-то любит шелоку прям кипяток мне нравится когда она подостыла невкусно вкусно но я много не съем ты прям кустов набрал а потом не знаю другой город едем я тебя предупредил не потому что мне там не вкусно мне чуть-чуть с кофейком два кусочка и все тут три там еще блин не знаю сколько кусочков ну значит будешь нести дальше это и у меня еще один тут вкусно вкусно молодец приятного аппетита спасибо давай открывай ну вниз ее просто опусти и все блондинка блин на заправке да 95 да и там ключик надо запилить чтобы он держался постоянно господи да тетя блин все научилась я вообще не услышал что ты сказала есть все вытащил да 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 ведь блондинка на заправке я просто всегда сама не заправлялась тут всегда как люди были а теперь информация для девчонок не все же про компуктерные штуки рассказывать я сегодня залез в онлайн трейд и вижу что бренда Миша скидки до 70 процентов в итоге набрал корзину но предварительно конечно с тобой согласовал три гидрофильных масла по 1400 рублей флакон до этого каждый стоил 4500 то который ты покупаешь эрборио оно тоже не дешевая 3700 чуть 3800 вот ну сравнишь не знаю какой эффект будет плюс 2 спф я взял недорогие такие маленькие тюбики и умывашку ну это короче все что эти ссылки кидалов все это попробуешь если понравится в будущем можно иметь ввиду вроде как косметика известная да мальчишки они знают но девчонки мне тональник нравится от Миша это я точно знаю я больше ничего у них не пробовала вообще ни одного средства ну я вообще в принципе ничего не пробовал у меня один крем и один шампун все все мои средства крем у меня Kiehl's обычный ультравувлажняющий и то я им что-то пользуется потому что если другой взял специально для твоей кожи не я взял тот который у меня тут шелушинки были вот и он справился с этой проблемой ну не правда я тебе приучила ты иногда тоником пользуешься не я пользовался им не 4 подряд а потом все плюс у тебя есть воск для волос ну я тоже очень редко пользуюсь ну и все равно я к тому что у тебя тоже есть средства не только шампунь и крем ну хорошо ладно да колебалась есть 4 средства у меня а у тебя сколько тогда у меня явно больше да очень много как у меня футболок у тебя баночек столько же только твои банки дороже чем мои футболки я давно ничего не покупаю пользуюсь тем что есть мне нужно все это но их все равно же много их очень много да мне нужно все это израсходовать и только потом будем брать новые хотя моя вот эта вот так сказать тактика не сработала я думала не покупать ничего нового пока прошлое не закончится а ты такой 70% скидки я такая да давай суши остается в семье может мама чем-то попользуется там мало ли брат ко мне там не знаю придет в гости не знаю в макияже клоуна и ему надо будет это все смыть ну пусть лежит там сроки годности они ну не увядшие там нормальная косметика скидка не потому что все на хрен закончится через два дня вот и в целом она действует около месяца я посмотрел но не на полный каталог продукции я думаю все равно девочки зайдут посмотрят потому что видос не к новому году выйдет ну да кстати на зоне сейчас тоже почему такие-то акции проходят очень много брендов объявили скидки хорошие такие ну наверное летние просто вот перед сентябрем а потом будут качать детские товары чтобы соберите в школу карандаши ластики бумага все по скидке форма рюкзаки прикольная погода идет дождь при этом мягкий очень красивый свет мы радуемся вот в такое фоткаться прикольно такой прям мягкий он бронзовый очень красивый сейчас как мы с тобой закупимся да пятерочки кефира кефира и чудо-йогурта не я такой не хочу спасибо поздоровайся с дядей это челукушу ну нет точнее челукушу это его невеста тогда была это турецкий сериал я угадал да королёк птичка перча это кемран так отставить нужен не? мазик проверь срок годности только сама пожалуйста да она шестая ну один ста ну нормально как обычно да хотели чуть-чуть в итоге набрали целую корзину ну и влог будет не полный если мы не покажем распаковку во-первых клецкий квас блок взял идем дальше по бырикому да экспрессом донисима вот такой сливочный Катя любит захотелось не очень сильно овсяного печенья первый раз такой беру булок набрали плюшка московская недорогие но мне нравятся они сегодняшние очень мягкие вот решил что сегодня с киперчиком все это вточу пряники чаю вот такие очень люблю мягкие нравятся с яркими рекомендую ребят если любите попробуйте идем дальше горошек семечки вот я беру себе в последнее время вот такие полосатые соль это мои сочные папа может майонезик на перепелином яйце тут мороженое оно уже плоское какое-то ну ничего ничего страшного все запихнем вологодский пломбир очень вкусно рекомендую масло в последнее время берет вкуснотея 82 см это гуша еще одно мороженое а это твои печенья крекеры очень вкусные но они для меня вкусные для многих они покажутся пресными мне нравятся ну конечно яйца 20 штук компания Лето гарантия свежести формата С1 булочки чудо йогурт это у нас что кабачковая икра просто бывает баклажаны поэтому я себя перепроверил два кефира домик деревни 3,2 сливочный сыр альметто масло для жарки это сама рассказывает ничего о нем не понимаю ну еще какая-то огурша и за все это мы отдали 4211 рублей вроде ничего не купили а счет большой все я это все сейчас запихиваю и пойду играть